Всем привет! Сегодня готовим гаспачо, холодный суп, томатный суп. Вообще рецептов гаспачо огромное количество. Вот я взял и выбрал достаточно классический, легко воспроизводимый, понятный и, я уверен, просто очень вкусный вариант этого замечательного холодного супа. Для приготовления гаспачо нам потребуется хорошие помидоры, небольшие, ну, достаточно много. Я возьму фенхель свежий, три болгарских перца красных, можно взять зеленый, но суп должен быть красным, поэтому лучше всего брать красный, такой красивый взял перец болгарский, три штучки. Значит, два огурца, они только сверху зеленые, поэтому цвет не изменят. Значит, зеленушка, петрушка и кинза здесь возможно, возможно, сделаем. Из травы нам потребуется либо травы Греции, тоже неплохо, или средиземноморские травы. Вот если найдете в магазинах, возьмите, пожалуйста, и те, и другие, они прямо очень хорошо заходят в этот суп. Дробленый перец, я в ступке горошек беру и перемалываю, как обычно. Соус табаско, одна луковица репчатая, лайм по вкусу, чеснока довольно много, потому что у нас большой объем довольно будет. Значит, винный уксус тоже по вкусу, посмотрите. Оливковое масло обязательно. И еще я взял два корешка, это корень сельдерея, он придаст нашему такую легкость, воздушность, как обычно. И пастернак, небольшой корешок пастернака, вот я уже его почистил. Не найдете пастернак, можно обойтись без пастернака. Если нет корня сельдерея, возьмите стебель сельдерея. Вот это можно заменить. Все остальное, я думаю, в этом рецепте не стоит отказываться от всего остального, обязательно. Ну что, начнем. Я и забыл совсем сказать, что я еще взял томатную пасту и развел ее до состояния томатного сока. Сейчас вы увидите, почему. Потому что нам нужно работать блендером. А для того, чтобы работать блендером, нужно, чтобы вот эту вот всю штуку кто-то встречал. Сейчас начнем помидоры перерезать. Да и вообще томатная паста, она придает дополнительный аромат супу. Где-то вот, ну, два стакана возьмите. Где-то у меня пол-литровая примерно банка. Вот она почти полная. Значит, я томатную пасту выливаю в кастрюлю. Так, начинаем подготавливать сначала помидоры все сюда. Хотя, в принципе, можно начать с чеснока, чтобы сразу же его отправить. Ну и блендер, конечно, потребуется. Как без блендера-то? Можно мелко не нарезать. Все равно будет все перерубаться блендером. Я думаю, что тут соль по вкусу тоже. Естественно, соль. Ну, как. В общем, получается такая своеобразная каша из топора. Мы берем томатный сок и добавляем туда, ну, очень-очень-очень-очень подходящие для него продукты. Тут, тут вообще все к нему идеально подходит. Поэтому киснок сначала можно закинуть, чтобы он тут не тикал. Давайте лук сразу же отправим. Довольно мелко надо. Ну, чтобы легче было перерубить все, естественно. Испанию я пока не объездил. Был ли мы в Барселоне только с Ириной? Как-то у нас больше акцент на Италию ушел. А сейчас начнем помидорками заниматься. Я вчера их убила бакинские. Хорошие помидорки попробовала. Знаете, можно заморочиться, стаскивать с них шкуру, но я этого делать не буду. Не люблю я вот это вот, знаете, возьму. Если вам нравится, пожалуйста, я только за. Конечно, чем мягче помидоры, тем лучше, чем они спилее, чем они ароматнее. Тут даже, я думаю, двух мнений быть не может. Специально тоже выбирал, так по аромату. Такими дольками раз туда. Так, ну что, давайте для начала бомбанем. Вот так вот. Вот то, что я сказал как раз. Самое главное, чтобы томатный суп нужен для того, чтобы помидоры, которые мы туда бросаем, схватились перцем. Потому что так вот сжамкать их, это вообще какой-то садизм, я считаю. А тут раз, бросил уже в основу и закрутился процесс. И дальше уже только аккуратненько добавляй, да добавляй. Ну потому что, если мы сделаем по-другому, добавим туда больше там воды или сока, то тогда суп-то получится жидкий. А нам нужно, чтобы он был довольно густой. Так, отлично, 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 отлично. Вот на этом этапе можно туда закладывать дробленый перец, чтобы он... Суп-то холодный, пока он разбухнет, пока он там отдаст все ароматы туда. Нужно даже частями его заложить. Сначала основную часть, ну как минимум половину, вот. А потом уже каждый себе положит по тарелочку. Будет приятно, когда он будет встречать так раз и взрываться вкусом. Ну, две трети я сюда положил. Осталось у нас совсем ничего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять маленьких помидорок. Так, ну все, закладываем. Я сразу все не перемалываю. Я берегу блендер наш, потому что можно перегреть его и все, он накроется. Поработал, отдохнул, порезал. Можно вот, например, перец порезать. Ох, сейчас перчик. Красота. Так, перец готов. Как-то по Китае ездил на Великую Китайскую стену. Там туристов привезли, и китайцы сами съехались. Огромное количество народу. А китайцы любят стоять в очередях, они не лезут. Они люди культурные, нация такая. И они друг за другом стоят в очереди. И вот эта очередь, наверное, длится километра три. Я прикалываюсь, но довольно длинная очередь вообще, немыслимо длинная для русского человека. И вот стоят они в очередь, и вдоль стоят киоски. И китайцы едят вот такие вот шаленые огурцы, свежие огурцы. Они едят это как мороженое. То есть там их специально чистят, охлаждают. И они едят вот так вот, очередь такая с огурцами. И они бегают, и для них это вкусно. Ну и для нас это вкусно, конечно. Просто я это первый раз увидел там именно. Ох, легкости, воздушности придаст огурец, конечно. Облегчит томатный, перечный вкус прямо вот. Еще раз. Места уже почти не осталось. Мелко-мелко надо нажать, чтобы как можно меньше работы блендеру было. А тут вообще жесткий. Как-то бы его на терке, конечно, натереть. Сельдерей-то. По половинке. А тут кастрюля и так полная. А у нас еще супы впереди. Это у нас уйдет. Вот это уйдет. Мы не будем полностью, да? Возьмем по половинке. Сделаем. Тем более это фенхель обязательный. А сельдерей и пастернак это необязательные элементы. Поэтому мы их определим, что их возможно туда. И красный супец еще оставим на какой-нибудь вкуснячий. Вот так. Видите, видите? Оставили. Фенхель явный анисовый такой вкус. Можно даже перебрать, если так-то. Даже на кастрюлю можно перебрать с фенхелем. Он такой анис даст, что ох. Поэтому надо быть просто тут аккуратным. Так, значит, закладываем сюда. Отлично. Полная, как обычно. То есть, в принципе, гаспачо у нас от какого-то другого супа не отличается по объемам. Все, ну почему нам нужно половину делать? Скажите, пожалуйста. Нет. Так, отлично. Так, ну что? Надо предварительно. Так, нужна соль. Как минимум вот столько. Винный уксус. Наливаем сюда. Оливковое масло. Половину, как минимум. Половину, это точно лайма. Ну или лимон. Лайм просто более экзотичный. Так. Опа. Ну что, вот сюда теперь переезжаем. Вот эта штука уже должна быть обязательно, но по вкусу. Поэтому. Сейчас я закручу. Табаско. Это вещь, на которую подсаживаются, ребята. Это вещь, на которую можно очень здорово подсесть. Не в плане наркотического, но в плане такого вкусового. Это, конечно. Вот на такую я сейчас попробую сначала чайную ложечку. А потом посмотрим. Ну, думаю, мало чайной ложки. Я думаю, если я что-то помню и понимаю, то нужно две как минимум брать. Ну, смотрите сами по вашему контингенту, кто будет кушать. Если есть там люди, которые не очень терпят острое, прям вообще. Да тут, видите, и томаты тоже, как бы тоже оно на поджелудочную и все прочее. Особенный такой супчик-то. Сейчас попробуем. О, по мне, так чайной ложки в базовой комплектации вполне достаточно. О, хорошо. Супер. Я даже в тарелку себе не буду доливать, потому что нормально продирает. И вот эта штука. Эти средиземноморские травы. Любители острова прямо порадуются. Видите, эти средиземноморские травы? Щепоточку прямо большую, две. Можно смело перемешать. Вот так вот. А потом еще и в тарелку. Ммм, хорошо. Огонек. Сейчас травы набухнут. Тоже отдадут все ароматы сюда. Ну, вот как-то так. Давайте накладывать уже. Так, ну что? Теперь уже официальная проба. Не просто там на перец, на соль и все. Общий такой вкус. Здесь мы покрошили чуть-чуть кинзы. Полили оливковым маслом и порезали лайм. Чуть-чуть дробленого перца и травы средиземноморские. Так как средиземноморская кухня, обязательно нужно средиземноморские травы. Это нужно все перемешать красиво. В идеале, конечно, его охладить. Поставить где-нибудь холодненьким, чтобы он был прямо охлажденным. Ну что, пробуем. Так, разбираем. Помидоры есть. Маленькие кусочки. Вот маленькие кусочки раз. Пастернак. Чувствуется, представляете? Вот там его не видно. Ну, маленькие-маленькие непередробленные кусочки, они как бы остались. И вот только что раз на зубок пастернак попробовал. Ну, табаско потом приходит, естественно. Но это, опять же, по вкусу. Первый раз мне показалось очень ядрено. Сейчас я уже, когда начал уже второй раз пробовать, мне уже показалось, что прямо вообще все хорошо. Фенхель. Можно даже его туда дорезать. Он чувствуется? Ну так, отдаленно. То есть, ничто вот так вот в нос не шибает. Чувствуется букет всех овощей, которые мы сюда закладывали. Замечательная штука. Лучше есть, конечно, охлажденный. И, наверное, с какими-нибудь гренками. Сейчас травка попалась. Кинза. Кинза очень хорошо заходит сюда. Во! Лайм. Можно даже, знаете, что? Можно даже лайм так же, как я сделал, нарезать. И лимон. И положить, чтобы они в ложечку попадали и радовали вкусом. Спасибо огромное вам за внимание. Вот я только что, до того, как стал пробовать, снял это все в инстаграм, в фейсбук. Пожалуйста, переходите по ссылке, и там вы увидите значительно быстрее все новости и все супы, которые мы снимаем. Конечно, полный рецепт будет у нас в описании и в нашем вот этом ролике. Но предварительно мы делаем анонс. Я делаю анонсы в своем инстаграме «Шеф Шаров» и в фейсбуке, естественно. Поэтому переходите по ссылке. Там есть ссылка на нашего генерального спонсора. Модный бренд «Алисия Фьори». Спасибо вам за внимание. Всего вам самого-самого наилучшего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!